Облизывай после еды ее пальцы. И дай ей облизать свои. И ты будешь лучшим в общине Мухаммада Саласом. Где довод? Аль-Хамду-Лля, у нас на все довод есть. Потому что мы али сонно. Абдулла ибн Аббас, рады и Аллаху Ангу, рассказывал о том, что пророк, салаллаху алейхи и уссалям, сказал, если кто-нибудь из вас закончит прием пищи, то пусть не вытирает свои пальцы, то есть салфеткой, пока не оближет их или не даст облизать их другому. Ученые сказали облизать их другому, то есть либо жена, либо ребенок твой. И точно так же, либо жены пальцы облизываешь, либо ребенка своего, баракового. Во-первых, в хадисе указание на нежелательность мыть или вытирать пальцы, пока человек не оближет их. Ведь он не знает, где именно баракад. Ведь он не знает, где именно баракад. Ту еды, которую он потребил в пищу. И на эту причину указывают некоторые версии хадиса. Что если ты поел, руки испачь ладонь, не торопись вытирать, пока не оближешь. Также указание на то, что является желательным не только облизывать свои пальцы, не только давать облизывать свои пальцы жене, также и облизывать ее пальцем. Ведь подобное действие сближает супругов, укрепляет их любовь и тягу друг к другу.